Ну, вот, сижу, перебираю свои подарки, которые мне разные времена на день рождения дарили. Когда я жил в Анталии, мне друзья привозили. Вот. Казахстана. Вот, смотрите. Вот, я даже его не раскрыл. Это тоже с Казахстана. Вот, с такой ручечкой. Вот так вот. На день рождения мне дарили. Отличная, это самая ручка вот такая. Здесь тоже ручка вот такая. Вот видите, какая она позолоченная. Вот это консул. Вот эта ручка консул. Вот он тоже на день рождения мне дарили. Вот он, своим консул. Свой бинокл вытер сегодня. Вытащил бинокль, который у меня еще с России. Я вам показывал. Он, ну, в упаковке стоит. Вот, он, чистое стекло. Салаватский оптомеханический завод. Бинокль призменный, центральной фоказировкой. Сто рублей стоило тогда. Это большие деньги были в те времена. Сейчас вы посмотрите время, когда он продан. В 81-й год. Когда у людей зарплата была 120 рублей. 120-130 рублей. В 81-м году. Вот он. Вот такая. Вот он. Видите? Она в новом состоянии. Ни разу не использованный. Вот он. В общем, короче, все у него, это все на месте. Все как положено. Коробки кожаны. Вот этом футляре. Вот сижу, вот, перебираю, собираю в одну коробку, короче. Вот это у меня самые памятные, вот такие. Вот. Ни разу не использовал эти самые записные книжки. Они очень красивые. Внутри, наверное, даже я не открыл. Видимо, да. Вот он. Вот такой вот, видите? Вот он, какой это. Из Казахстана. Это тоже из Казахстана. Ручка такая хорошая. Можно авторучку уже коллекционировать. Мой папа часы коллекционировал, и я авторучки. Хотя у меня вообще, это я, у меня и марки есть. И рубли разных стран. В общем, короче, интересы разные. Так вот. Чем бы, говорят, дитя не тешилось, да? Время как-то надо, самое, убивать. Долгими зимними вечерами. Долгими зимними вечерами.